Здравствуйте! В эфире нашего телеканала информационная программа «Семь минут». И сегодня мы с вами поговорим о волонтерском движении. У нас в гостях Владимир Васильев, начальник отдела воспитательной работы Рязанского государственного медицинского университета и командир поисковой группы Тимофей Тимошкин. Здравствуйте! Здравствуйте! Хотелось бы поподробнее узнать о волонтерской деятельности, которая существует на сегодняшний день в вашем университете. Каким образом она строится? На какие проблемы вы обращаете свое внимание? В настоящий момент в нашем университете есть 11 волонтерских отрядов, в которых активные студенты выражают свой гражданский долг, то есть в той сфере, которая им нравится. У нас волонтерские отряды. Два отряда работают в детских домах. Это Рыдинский район, деревня Костина, для детей и оставшихся без попечения родителей. И также такой же детский дом в Елатьме, это Косимовского района. Вот у нас отряды выезжают туда, возят им различные игрушки, фрукты, играют с ними, то есть посещают детей. И различные сферы деятельности. Одна из них, конечно, патриотическая. У нас работает поисковый отряд, Тимофей сегодня находится здесь, поисковый отряд долг, который работает в местах сражений, устанавливает погибших бойцов, которые безымянные, которые не захоронены, ведут поисковую работу. Есть еще у нас волонтерский отряд «Звезда», который работает с ветеранами войны и труда. Они помогают им убирать дома, ходить в аптеку, в магазины. Даже весенний посев вскапывают им участки садовые. Есть еще у нас волонтерские отряды, которые работают в школах. Это «Здоровый образ жизни». Они читают там лекции по проблеме профилактики наркомании, недопущения спайсов, табак, курение. Ведут профилактическую работу среди школьников. Есть еще различные волонтерские отряды, такие как волонтерский отряд «Донор». То есть мы собираем кровь. У нас есть студенты, которые сдают кровь периодически для тяжелобольных. Буквально 9-10 декабря будет очередная акция «Донорская кровь» совместно со станцией «Переливание крови». Где студенты у нас придут прямо в стенах университета, там сдают кровь. Но это не говорит о том, что только мы у нас сдаем кровь по звонку, по просьбе различных родственников, у кого больные дети или тяжелобольные. Они просят адрес на кровь, там 10-12 человек, чтобы пришли определенные группы крови сдали. Мы тоже студентов направляем. Они идут в различные больницы города и помогают больным. Ну, может быть, теперь Тимофей нам расскажет чуть подробнее о деятельности поискового отряда. Деятельность поискового отряда Рязанского медицинского университета, она аналогичная работе всех поисковых отрядов нашего Отечества. У нас есть поисковое движение России, которое объединяет все эти различные организации поисковые. Цель у всех одна – это вернуть всех солдат с войны домой. Так, образно говоря, к сожалению, в нашей работе большинство бойцов, которых мы находим, они так и остаются, переходят из разряда пропал без вести, то есть в разряд неизвестных солдат. И мы по максимуму стараемся определить хотя бы армию или какое-либо соединение, в котором бойц служил, как обстоятельства их гибели, если мы не можем определить имя, фамилию и найти его родственников. У нас год всего существует отряд, и за этот год мы из 21 красноармейца, найденных нами, удостоверили личность только одного, нашли родственников и отдали родственников Мостанки на захоронение в семейной могиле. Тимофей, а с чего началась Ваша деятельность в этом отряде, почему Вы этим заинтересовались? Этой темой интересуются, мне кажется, все подростки, то есть такое веяние патриотизма и беспафосное. Но вообще у нас в отряде, вообще всеми рязанскими отрядами, командует наш лидер, председатель регионального отделения Стрелков Николай Николаевич. Он по совместительству преподаватель в нашем ВУЗе на кафедре ортопедической стоматологии, он подтолкнул и как бы дал шанс проявить себя, что вылилось вот в образование еще отдельного отряда в медицинском университете. Если можно, чуть подробнее расскажите, каким образом, ну, проходит поиск останков погибших, как это вообще все? Основная работа, она, поисковика, она проходит в архивах. Ну, как я уже сказал, центральный архив Министерства обороны, делаем выписки. Или другие какие-либо архивы уже местных территориальных образований, непосредственно беседы с местными жителями. Все это, опять же, осуществляется нашим руководителем, в основном его штабом. Затем уже прицельно, если удалось найти какие-то карты, дневники и так далее, какие-то документы, более прицельно обозначающие район поиска, уже цепляемся за что-то. Местные много рассказывают то, что им поведали их бабушки, дедушки или мамы, свидетели тех событий. Непосредственно так были найдены станки двух девушек-партизанок в Холм-Журковском районе Смоленской области. Но большая надежда тут на удачу, потому что с металлоискателем по лесу очень мало шансов просто так на что-то наткнуться, на станки бойца. Владимир, расскажите, пожалуйста, какова вообще история волонтерского движения именно в вашем университете? Как давно стали организовываться эти отряды? Отряды где-то стали организовываться еще, я пришел в 2009 году, и вот в 2008 году начали организовываться волонтерские отряды. И так они вот возрастают с каждым годом, и сейчас вот у нас уже 11, и сейчас мы создаем уже 12. В конце августа так получилось, что в доме ребенка, вот в нашем Рязанском доме ребенка, нужно было провести субботник по проведению порядок, дети возвращались с дач, с летнего отдыха. Вот, и я собрал ребят, вот, они с удовольствием пошли, и они до того прониклись, что у нас возникла потребность, и у них возникла потребность создать отдельный волонтерский отряд, вот, работать в доме ребенка, помогать играть с детьми, помогать убирать за ними и так далее. Там дети очень маленькие, от нуля до трех лет. Вот, и вот теперь мы работаем. Вот, и с каждым годом все приходят активные студенты, которые хотят проявить себя в чем-то, и у нас никогда недостатка нет, и только отряд только пополняется. То есть, одни заканчивают вуз, первый курс приходит, и они все работают. То есть, в принципе, можно сказать, что на сегодняшний день волонтерская деятельность молодежь привлекает и интересует. Да, и привлекает, и интересует. А с чем вы это связываете? Ну, понимаете. Ведь у ваших студентов, я так понимаю, достаточно мало свободного времени все-таки учебы в медицинском университете. Да, очень сложно, но они все равно находят, но они, наверное, смотрят на старших товарищей, вот, даже первый курс приходит, многие не сразу идут. Кто-то занимался в школе уже определенной деятельностью, там работал и с детьми, и с ветеранами, они уже вливаются в наши отношения. А есть, которые еще выжидают, смотрят, а потом все-таки принимают решения, идут. Ну, стараются учиться, стараются, учиться, стараются. Вот, если ты будешь успевать везде, это будет хорошо. Тимофей, а вы студент какого курса? Я студент четвертого курса, стоматологический факультет. Ну, как вы все успеваете совмещать учебу с вашей деятельностью в поисковом отряде? Ну, уже год успеваю. Вообще, достаточно тяжело, но, собственно, медицинский университет – это хорошая школа жизни, тем более, что администрация его заказывает, поддержку. То есть, если мы идем в какой-либо район на поиск, мы знаем, что у нас обеспечены там запасы еды, билеты на обратный путь и так далее. За учебу мы ответственны сами. То есть, наш ВУЗ рождает современного, конкурентоспособного и гражданина с активной позицией гражданской. Спасибо вам огромное, что сегодня вы пришли. Мы желаем вам удачи в развитии волонтерской деятельности в вашем университете. И надеюсь, что в дальнейшем будем с вами сотрудничать и освещать те акции, которые вы проводите. Спасибо. Спасибо вам. Ну, а на этом наша программа подходит к концу. Мы желаем вам всего самого доброго. До встречи в следующих выпусках. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok